Добрый вечер! Добрый вечер! Претендует на главную награду, если сравнить с прошлыми первыми двумя премиями, насколько больше или меньше? Вообще уникальность телевизионного проекта – это основные критерии в выборе лучшей работы и победителя премии «Тумар». В этом году организационным комитетом было обработано 302 заявки по 9 номинациям. В этом году большая информационно-аналитическая программа, лучшие события телевизионного сезона, лучший развлекательный проект, лучший тележурналист, лучший региональный телепроект и лучший телеведущий. В этом году большое количество заявок было по двум номинациям – это лучший документальный фильм, около 45 заявок, и лучший тележурналист – это 49 заявок. Самих заявителей в этом году 57, из которых 9 республиканских телеканалов, 9 республиканских частных телеканалов, 19 продакшн и продюсерских центров, 6 региональных частных телеканалов и 14 региональных государственных телеканалов. Если сравнивать с двумя прошлыми годами, то в 2018 году было обработано около 355 заявок по 14 номинациям. В 2017 году мы обработали 241 заявку по 12 номинациям. То есть, в принципе, средняя цифра. Средняя, да. Ну, а что касается качества? Конечно, в каждый год номинанты удивляют нас своими талантами, каждый год появляются новые работы, каждый год появляются новинки, что, несомненно, радует нас. Ну, а, конечно, сейчас вот уже нельзя как бы приоткрывать, да, завесу, то есть это конкурс, как-никак. Ну, тем более вы говорите, что документальных фильмов очень много. То есть жанр — это документалистика, но все-таки вот интересные работы какие вы могли бы отметить? Я сейчас не могу раскрыть тайну, потому что жюри до сих пор еще работает. Мы до сих пор проводим обсуждения по вопросу, но хочется отметить, что шорт-лист по номинантам, предварительный шорт-лист на сегодня готов. Но окончательное решение будет принято только в день самой премии, то есть завтра. Ну, вот раз уж заговорили о жюри, да, вот в этом году, кого мы увидим в составе? Состав жюри в этом году 11 человек. Среди них заслуженные деятели Республики Казахстан, сценаристы, журналисты, режиссеры, управленцы в медиасфере. По объективным причинам мы не можем раскрыть имена жюри, и мы никогда их не оглашаем. Обычно мы узнаем об этом только на самой премии. Но хочется сказать, что жюри очень объективно рассматривает каждую заявочку. Ну, нет таких вот жарких дискуссий, например, по-воте? Жаркие дискуссии есть, они проводятся промежуточно. Конечно, но основная самая, наверное, будет жаркая дискуссия, она будет проходить завтра у нас, когда мы будем принимать окончательное решение. Ну, вот смотрите, вот как раз таки, как обычно, да, ну это можно сказать именно телевизионный Оскар, премия Тумар. Также красная дорожка, то есть красивые платья, смокинги, то есть, ну, как такой звездный час. Ну, а кроме этого, что еще будет? Ну, в прошлом году, конечно, были у нас особые номинации, потому что 2018 год был богат событиями. Событиями, да. В этом году мы... Кстати, 60-летие казахского телевидения, там, и День рождения Астаны, да. Но в этом году нет особых дополнительных каких-то номинаций, более того, мы даже сократили количество номинаций до 9. Но если сравнивать соотношение между количеством заявок и количеством номинаций, то в этом году мы видим прирост на 30%, что говорит о том, что все-таки спрос есть, люди хотят участвовать в этой премии, им интересно получение награды. Ну, вот я как раз таки говорила именно о самой церемонии. Да. То есть, что-нибудь особенное будет, кроме номинаций? Ну, все как обычно, да, будет красная дорожка, будут знаменитости, будут медийные лица, будет шикарный концерт организован, будет жарко. Но если разбирать вот каждую номинацию, да, ну, вот вы говорите, больше всего документальных фильмов, ну, информационно-аналитических, ну, это вот наши новости. Да. И лучшие информационно-аналитических программ в этом году 29 заявок нам поступило, это немало. Хорошо. Сериалы там у вас есть? Да. Лучший телевизионный сериал, это 26 заявок у нас в обработке. Лучший социальный проект, 39 заявок, то есть лучший телеведущий, 39 заявок. Лучшие события телевизионного сезона, 32 заявки. И самое, скажем так, маленькое количество заявок у нас поступило по номинации лучший региональный телепроект, всего 23 заявки. Будут ли какие-то особые гости? Как обычно, мы приглашаем, в первую очередь, это праздник медийных лиц, да, это праздник журналистов, это праздник контент-мейкеров, те, кто делают контент, режиссеры, сценаристы, это заслуженные деятели Республики Казахстан. В этом году в качестве гостей вы можете также увидеть представителей посольств, которые находятся в городе Астане, в городе Алматы. Также мы приглашаем сюда министерство, не только министерство информации и общественного развития. Вы проанализировали все эти заявки, то есть авторов видите, вот есть ли среди них новые лица? Конечно, среди них есть новые лица, новые имена, очень интересные работы в этом году. Хочется отметить, что все-таки наши телевизионные мейкеры, скажем так, контент-мейкеры, ничем не уступают зарубежному рынку. Я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы, и уже встретимся на этом телевизионном празднике. Спасибо большое за приглашение. В свою очередь хочется пожелать всем участникам и номинантам успехов и удачи. Я напомню, уважаемые телезрители, что у нас в гостях была директор департамента стратегического развития компании «Хазмедиа Орталлг» Индира Сабарбаева. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok